Ближайший соратник Навального Леонид Волков сообщил о резком ухудшении здоровья оппозиционера. По его словам, с конца прошлой недели Навальный испытывает сильные боли в спине, у него отнимается нога. Мы не понимаем, где Алексей Навальный и почему его прячут от адвокатов. С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине. Передавал, что отнимается нога, не может на ногу ступать. При этом за все время он получил две таблетки бупрофена. При всех известных нам обстоятельствах резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать крайнее беспокойство, написал Волков в своем телеграм-канале. Он предположил, что Навальный может сейчас находиться в тюремной больнице, а администрация колонии в Покрове может пытаться скрывать этот факт и поэтому не пускает внутрь адвокатов политика. Также, как рассказал Волков, за сутки более 180 тысяч граждан заявили о желании участвовать в новой акции в поддержку Навального. Темп регистрации новых потенциальных участников митингов на специальном ресурсе Свободу Навальному достигает в среднем 4-5 тысяч человек в час. Сайт в первые часы работы упал именно из-за большого наплыва желающих, нескольких десятков тысяч. По словам Волкова, дидо с атаком он не подвергался, ничего злонамеренного обнаружено не было. При этом ботов было около 4%, мы их почистили, добавляет Волков. После регистрации ядра верных сторонников темп снизился, признает Волков. Предстоит большая работа, чтобы сагитировать еще достаточное количество людей. Дату мероприятия объявят, когда 500 тысяч человек зарегистрируются на сайте в поддержку Навального и оставят свой электронный адрес и метку на карте, отражающую местоположение. Считаем важным подчеркнуть, что информация о доме не является информацией, которую можно использовать против людей, потому что сторонники Навального есть в каждом доме, заявил Волков. Он напомнил, что в крупных городах, согласно соцопросам, уже 20% граждан поддерживают Навального. Тем не менее, на сайте предусмотрены опции, позволяющие указать только двор, улицу или город. Карта также позволяет отметиться в Кремле. В Москве многие, более 13 тысяч человек, не указали улицу или номер дома, поэтому автоматически были отнесены к метке на Красной площади, пояснил Волков. Около 20% участников акции живут в больших городах. В Москве уже отметились почти 52 тысячи участников протеста. В Санкт-Петербурге пока вдвое меньше, более 24 тысяч. В Екатеринбурге и Новосибирске около 10 тысяч. Новая уличная акция, подчеркивают сторонники политика, будет принципиально другим митингом, о котором узнает вся страна и который разогнать не получится. По словам Волкова, подготовка к митингу будет долгой, она займет еще несколько недель. Субтитры создавал DimaTorzok